Я родился в Баку, там я учился, там я жил, но потом я успел в 85-86 году, я не знаю, то ли я почувствовал, то ли что, переехать в Москву, внедриться в московскую культуру, стать актером Москонцерта, Московской эстрады, но мои-то близкие остались там. И когда все это только начиналось, моя семья, моя сестра с детьми маленькими, моя мама, муж сестры, они были в таком ужасном состоянии, когда, и мы все верили, что не может наша страна, Большая Советский Союз, быть безучастным, оказывается, может. И когда уже стало просто невыносимо, я взял мою семью, моих близких, перевез в Москву, надо было спасать, надо было близких моих, и когда мои приехали сюда, это было вообще просто, и знаете, как они приехали? Мама взяла немножечко продуктов, вещей, все самое ценное она оставила дома, потому что надо делать, что мы еще вернемся, но мы уже никогда не вернемся туда, понимаете, вот это самое страшное. Как-то меня спрашивал один журналист, вот как вы относитесь к городу, в котором вы жили? Я всегда говорю, что когда я жил там, это был другой город. Это был город, где жило очень много армян, русских, евреев, греки были, разные азербайджанцы были, был другой город. А вот как вы сегодня относитесь, как я могу сегодня относиться к этому городу? Во-первых, я его не вижу, я его не знаю. Во-вторых, судя по тем видеоматериалам, которые я однажды попросил одного товарища, просто снять кусочек моей улицы и дом, в котором я когда-то жил. И вот он когда с видеокамерой прошелся по самому русскоязычному городу Кавказа, я имею в виду 70-е годы, и вдруг я не услышал ни одного русского слова. Вот эта камера прошлась, поэтому я понял, что по сегодняшнему Баку я не могу скучать, потому что я его, этот сегодняшний Баку, могу увидеть каждый день на любом московском рынке. На базаре они стоят, сегодняшние бакинцы. А те, которые были когда-то там, сегодня живут кто в Ереване, кто в России, кто в Германии, в Израиле. А те, которые были когда-то там, сегодняшний Баку.